ребят всем здорово по просьбе подписчиков хочу рассказать немножко о журнале который у меня на судне он не типичный европейский немножко другой норвежский соответственно тоже соответствует всем требованиям больше по размерам в раза полтора вкратце попробую немножко рассказать но после европейского очень долго ну не то что европейского международного правильно сказать привыкал очень долго к нему неделю наверное да там есть какие моменты которые нужно учитывать так соответственно все да все то же самое вначале идет у нас по погоде чтобы заполнять журнал чтобы ориентироваться сюда заходите можете очень хорошо все это дело разобрать данные по судну звание описание как пользоваться все подробно расписано также пишем сюда тревоги все ежемесячные в принципе тут и все да так у нас там ничего дальше не просто заполнение вот начинается журнал все как обычно ничего сложного то есть идет день месяц год где вы находитесь там такое море или там не знаю порт откуда и куда идете все проверки ежедневные тут visual inspection running lights огней регулярные соответственно fire inspection который мы делаем ежедневно ежедневно да вот другие инспекции в принципе не суть важно тут это мы не заполняем лукаут мы пишем вот сюда есть то есть тоже вот лукаут сетом теким и нет вот обычно вот все принял вахту записал себя расписался и лукаут такой-то матрос имя фамилия и погнал дальше координаты на прием вахты до часов там погоду пишем соответственно ветер море поборометр смотрим вот температуру курс ошибка также исправляем на компасный курс учитывая здесь не заполнена нихера один экипаж заполняет другой не заполняет короче не разглобаешь мы здесь капитан все заполняем вот да вот у нас девиация склонение все от них получается плюсовая отнимаем получаем компасный курс у нас 270 все погнали так каждые два часа нас идет заполнение вот в порт пришли все шип бефит так далее а также сюда в эту часть заполняются какие-то маяки вот мы в принципе судно швартована можно записать да и не сдал и лом сайт судно учала все там шип цели потом когда отходит пишешь тоже погнал дальше с этой стороны пишутся опять же уже доглады допустим выполняешь да зона заходишь на это можно можно записывать сюда требуется надо надо записывать еженедельные проверки там серти митинг с экипажем тоже нужно делать по погрузке выгрузки тоже данные мы в правую пишем вот когда отходим тоже посадки но это как бы некоторые пишут некоторые не пишут все по-разному ну вот допустим до репорта репорту лицо витязь ученого 17 энтере 0 тесы заходим район доклада ну и вот эта табличка тут уже долгота широта на 8 утра обычно 12 не делал здесь на 8 утра вычитаю значит сколько прошли за день сколько пришли в общем среднюю скорость но также у нас по бункеру чего по топливу до масло газовое вот пресная вода также store of dream water обычно питьевая в бутылках даже сюда записывается все и в принципе ничего особенного такого нету все элементарно просто заполняется как-то так но это только до один журнал вас помимо него еще есть другие журналы но о них рассказывать будет очень долго ну вот покажу да которые основные почти каждый заполняется гмссб журнал вот компас обсервейшн бук так он у нас выглядели на ежедневно требуется каждый на вахте и должен хотя бы раз в сутки хотя по вообще так по идее каждую вахту ну это мастер стендинг ордерс ну тоже заполняется не всегда но стараются заполнять вовремя ну это как бы тоже да официально типа журнал также по хронометру ну я говорю в этом журнале там вначале находится заполнение ну в принципе все по этой части ничего такого особого хотя еще полно других но не касаемо этого да журналов ну я думаю на этом и закончим это был обзор в общем журнала норвежского все всем спасибо если какие то вопросы пишите спрашивайте может что то не недосказал кто то может поправит и еще что то спасибо